Распределение бюджета, речной транспорт, градостроительство, материальная помощь химчанам – эти темы легли в основу повестки на заседании Совета депутатов. Одним из резонансных вопросов стала судьба парк-отеля «Олимпийц». Часть горожан хотела бы увидеть на его месте жилой комплекс, а часть опасается, что высотки создадут им дискомфорт. Депутат Михаил Раев предложил создать рабочую группу, чтобы всесторонне изучить вопрос и учесть интересы как жителей, так и бизнеса. Понятно, что здесь затрагиваются вопросы не только жителей, но и бизнеса, поэтому, конечно, в данной ситуации надо было бы принять социально правильное и юридически правильное решение. Инициативу Михаила Раева поддержали коллеги из фракции. Председатель Совета депутатов Александр Дринов отметил, что создание рабочей группы – нормальная практика при рассмотрении вопросов градостроительной политики. Также он подчеркнул, что повода для паники нет. Для Совета депутатов этот вопрос возникает тогда, когда приходит с проектом решение. У нас есть уполномоченный орган по внесению таких решений. Это Главное управление христики Московской области. Только после этого мы привлекаем и разработчика, и собственника, и администрацию городского химки, и, конечно, жителей в первую очередь. И тогда рассматриваем всесторонне этот вопрос. Также на Совете депутатов обсудили бюджет за 2020 год. Фактическое его исполнение составило 12 миллиардов 360 миллионов по доходам и 12 миллиардов 732 миллиона по расходам. Большое внимание уделили образованию, культуре и спорту. С 2015 года у нас рост на управление образованием составил 2,5 миллиарда. И рост от уровня 2019 года составил 1,5 миллиарда. Финансирование физической культуры и спорта в 2020 году было выделено 1,6 миллиарда. Рост кодов до прошлого года составляет 120 миллионов рублей. Значительную часть бюджета потратили на благоустройство округа, ремонт дорог и транспорт. В округе активно развивают речное сообщение между Химками, Левым берегом и Москвой. И третий маршрут мы запустили для наших пенсионеров. Вот в Аскадагану запускаем маршрут прогулочный для наших пенсионеров по программе активное благолетие «Речной трамвай». Поэтому я приглашаю всех, у кого есть желание посетить это мероприятие. На совете депутатов рассмотрели вопрос о предоставлении материальной помощи в размере 275 тысяч рублей на реабилитацию ребенка после получения тяжелой черепно-мозговой травмы. В настоящий момент он находится на аппарате ИВЛ, получает лечение. Реабилитация на базе медицинской организации невозможна в связи с состоянием ребенка. Народные избранники единогласно проголосовали за предоставлением от помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова